Ну что ж, снова здравствуйте, дорогие друзья, с вами Казуку Фэмили, а мы, значит, продолжаем проходить такую интересную игрушку, как Сали Фэйс. Мы начнем сегодня проходить уже второй эпизод, так что, в принципе, на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на. Присаживайтесь поудобнее, а мы приступим. Всем приятного просмотра, ставьте чаёчек, кофеёчек, приглашайте друзей, а мы погнали, дружочек. Воспоминания с Сали... Сосали. Так. Милый, далеко не отходи. Я хочу взглянуть на пёсика, мам, ты его не слышишь. Давай дождёмся отца, он будет здесь минуту на минуту. Ну я очень хочу. Пожалуйста. Пожалуйста, можно я поглажу пёсика? О, ну ладно, Сал, сейчас только корзину возьму, и мы сможем пойти вместе. Ура, я буду у деревьев! Окей. А пёсик, наверное, необычный, да? Стоп, подожди, а там... Жизнь, конечно. Что с его лицом? Ага. Вот ошейник и собака. Офигеть. Фургон. Спасибо, что пришёл, чтобы помочь с туалетом. Всегда пожалуйста, миссис Сандерсон, и глаза моргнут не успеете, как я разберусь с ним. Прекрасно, Герман бы сделал это и сам, но, к сожалению, его пальцы словно банановая кожура. А на улицах очень опасно. Я понимаю. Спасибо большое, Ларри. Ванная там. А, это у него, типа, флешбек, что ли? Это он, типа, представляет? Потому что мы же... Не Ларри, а Салли. Так, ну пока что тут достижений нету. Окей. Так, где там вон туз? Трешачок. Угу. Понят. Эй, ты там? Пожалуйста, помоги мне. Что стряслось? Вода. Она остановилась. Я так хочу пить. Не переживай, я знаю, как всё починить. Пожалуйста, поторопись. Тебе легко говорить. Понят. Так, одну зажгли. Там, по-моему, четыре рычага нужно включить. Так, второй. Третий. Третий. Сработало. И всё реально. и пони пришел кирдык пони просто распидорасила бывает а мы чего не можем это пройтись так лады окей а здесь ничего на ну ладно идем по следам сал подойди ближе я хочу кое-что тебе показать я знаю что ты трогал мою поняшку я думал мы друзья сал зима неплохо эпизод 2 скверна чувак тебе все еще снятся эти кошмары последний раз было настолько плохо когда умерла мама мне кажется все дело в этом здании что-то с ним не так чел я знаю ты в этом уверен но я серьезно не думаю что здесь водятся призраки я тут почти всю жизнь и ни разу их не видел но но что что ж мы с тобой уже достаточно давно знакомы я должен тебе кое-что показать иди за мной за тобой да скверна ну окей пошли прикольное место так ого и почему я раньше об этом не слышал я прихожу сюда когда хочу побыть один это моя крепость одиночества прикольно крутяк как классно я всегда хотел домик на дереве когда был маленький да отец построил мне его перед тем как исчез погоди что в смысле исчез казалось быть вот он здесь и все хорошо на следующий день он просто пропал ни записки ничего и все его вещи остались на своих местах одежда инструменты кошелек права все он просто испарился черт мне так жаль лари я знаю как это тяжело твои родители не ладили нет мои родители любили друг друга они даже почти не ссорились знаю как это может выглядеть со стороны но отец нас не бросал то есть мама считает что это так но это знаю что никогда бы нас не оставил у нас любил я тебе верю так что по-твоему произошло слушается знаю что я несуверенна человека раз а я знаю что вы вспыху мы верны что в апартаментах водятся призраки но я думаю дело тут другом чем я мало кому об этом рассказывал на знаю что могу доверять тебе сал и что-то меня не осудишь конечно нет за день до его исчезновения сделал кое-что чем не очень-то горжусь мои родители купили фейерверки множество раз наказали мне дождаться а не играть самому но я не смог устоять чувак я запустил во дворе парочку и один улетел в окно миссис гибсон и перешиб ее кролика ох блин вот это жесть ага так что побежал проверить как она там она разоралась как сумасшедшая будто мне нужен был еще один повод выбесить эту старую каргу но мне было ужасно стыдно и бедный кролик ну да ладно когда спускался в лифте то тогда то я демона и увидел он протянул руку и дотронулся до меня у меня все тело холодом пробрало не было до усрачки страшно чел я подумал что с ума схожу но он пропал так же быстро как и появился сразу как двери открылись он меня проклял из за того что я натворил у меня после этого вся жизнь по пизде пошла отец исчез мама на какое-то время перестала разговаривать я две недели протолчал в тюряги для несовершеннолетних у меня украли велик я пропустил так много школы что пришлось ходить на занятия летом одна неприятность за другой с тех пор со мной вокруг происходят ужасные вещи чем ты считаешь что это проклятие забрало твоего отца понимаю как звучит но я знаю что это правда я во всем виноват отец кролик миссис сандерсон все вау погодь чувак даже если на тебя наложено какое-то проклятие ты не можешь винить себя во всех неприятностях на свете не нужно брать на себя ответственность за все а как выглядел демон я раньше никогда ничего подобного не видел слона движущая тень размытая и темная но с человеческим силуэтом а хуже всего были глаза эти бездомные красные глаза взгляд которых меня словно насквозь пронзал черт возьми что я вот тоже видел я видел твоего демона да ты гонишь когда клянусь я видел его в здании он точно так как ты описываешь весь об заклад они с другими призраками связаны ох не знаю чел а что если мы снимем это твое проклятие и как же мы это сделаем может тут найдутся какие-нибудь подсказки которые нам помогут можем попробовать разузнать о призраках побольше посмотрим сумеем ли мы докопаться до сути а почему бы и нет терять мне нечего ну да фото родителей странно чем дело я нашел этот странный картридж для приставки с потерянными вещами кажется он не реагирует на паранормальную активность это одна из последних фотографий которые мы сделали вместе и задолго до того как он исчез лучше продолжу поиск подожди шкатулку а где а сундук вот и шкатулка на потертая косуха какая-то странная шкатулка что что в шкатулке понятия не имею братан она принадлежала отцу что-то вроде головолом я так и не понял как ее открыть похоже не хватает одной детали да ты прав даже не замечал что что-то не так не против если я возьму ее себе не забирай круто дай мне знать если откроешь ее конечно вот и шкатулка да долго грузила конечно так поговорить с меган но не меган фокс ну да ладно так что такое я смотрю если может смогу что-нибудь разузнать ладно договорились а мне типа нужно оставаться здесь и ухаживать за мамой она сильно болеет да я заметил скажи если что-то понадобится спасибо салью так подожди ка твоя мама в порядке да с ним все будет хорошо на него всегда так влияет смена сезонов просто сильная простуда она придет себя мгм а стала висто сали а ты записал ту новую песню смысловой фальсификации конечно братан хочешь заценить да а Продолжение следует... Продолжение следует... Меган, Меган, Меган... А, ну-ка... Чем занят бы их? Привет, Салли! Жду, пока парень со снэками заполнит автомат. Всегда начинаю с субботу с шоколадки. О, понимаю, сам я предпочитаю начинать выходные с видеоигр и мультиков. Видел новый эпизод моднявой жёнушки Рику? Ага, он классный, обожаю это шоу. Я тоже. Нужно позвать сюда Ларри, чтобы он мог познакомиться с Меган. Тогда он точно поверит, что в апартаментах Эдисона водятся призраки. Ларри, слышишь меня? Ага, что такое? Можешь подняться в 504-й? Ага, мама только что выпила свои лекарства, так что ещё не скоро проснётся. Сейчас подойду. Так, что ты хотел мне показать? Пошли, а на ванной. А, ну? Просто иди за мной. Погнали. Да, комнаты на пятом видалетенькие получше. Цз... Да чего? Просто подожди минутку. Меган, ты здесь? Эй, я хочу познакомить тебя со своим другом Ларри. Чувак, мне кажется, тут никого нет. Боится, наверное, она довольно стеснительная. Хотя я давно уже не могу заставить ей показаться, надеюсь, она в порядке. Получается, ты приходишь в эту ванну, чтобы поболтать с мёртвой девчонкой? И часто ты так делаешь? Я уже говорил, что мы с ней несколько раз не болтали, но она давненько не появлялась. Ларри, я не сумасшедший, я тебе докажу. Эй, чел, я не говорил, что ты сумасшедший. Как ни странно, я тебе верю, ты мой лучший друг, и если это поможет найти отца, то я за. Я правда думал, что сегодня мы сможем с ней пообщаться, было такое чувство. Чувак, знаешь, с кем тебе нужно поговорить? С Тоддом. Он умнее всех, кого я знаю, а ещё тоже прёт всякая-то сверхъестественная хрень. Уверен, он как-нибудь да поможет. Тодд, серьёзно? Никогда бы не подумал, что он такое верит. Он всегда казался мне таким нормальным, рассудительным. Ага, как-то так. Что ж, ладно, пойду поговорю с ним и посмотрю, что получится узнать. Хорошо, я вернусь домой и посмотрю, как там мама. Да, знаете, если что-нибудь раскопаешь. Обязательно. Так. Ну, окей. Так. Тодд в 202. Окей. 202. Привет, Салли Крамсали. Просто те, что сразу не отвечал. Мы тут с Эшли занятия заканчивали. Вы с ней знакомы? Привет, я Эш. А ты, должно быть, Салли Крамсали? Я столько о тебе слышала. Я обо мне? Серьёзно? Ага, только хороший, клянусь. Рада, что нам, наконец, удалось познакомиться. И мне... Я, то есть, я, в смысле, я тоже рад с тобой познакомиться. Эх, я бы с удовольствием осталось поболтать, но мне нужно бежать. Спасибо за помощь, Тодд. Без проблем. На следующей неделе можем ещё поработать над твоей алгеброй. Договорились. Увидимся, ребята. Надеюсь, мы с тобой скоро ещё раз пересечёмся с Салли Крамсали. Да, было бы круто. Хороших выходных, мальчики. И тебе. Всё в порядке, Салли? Ты какой-то нервный. А, да, да, я в порядке, у меня всё прекрасно. Ну ладно, что тебя сюда привело? Эй, кажется... Классная. Она тоже в девятом классе? Расскажи про неё. Её полное имя Айшли Кэмпбелл. Она как бы и в девятом классе. Она очень хороший человек. Ей с трудом даётся математика, поэтому я подтягиваю последние пару недель. А она взамен иногда помогает мне с заданиями по рисованию. Кажется, она хороший друг. Да, наверное, но ты же не правишь ли поговорить пришёл? Так что выкладывай. А, точно. Так. Ты это про Миссис Сандерсон, что ли? Нет, тут кое-что другое. Всё здание буквально кишит призраками, и я пытаюсь узнать о них как можно больше. Ммм, понятно. Мне нужна... А, ты веришь в призраков? Я верю в паранормальные явления и в то, что человек может стать призраком после смерти. Почему ты говоришь это этим с таким сомнением? Несмотря на то, что я был свидетелем необъяснимых феноменов, я бы в любом случае потребовал неопривожимые доказательства. Существование призраков. А вообще данная тема довольно интересна. Разумно. Мне нужна твоя помощь. Спасибо, что поделился со мной. Думаю, я могу помочь тебе с исследованием всей этой паранормальщины. Знаешь, у меня есть подозрение, что в моей ванной живёт привидение. Правда? Да, довольно странное совпадение, что и твоя Меган, и моё привидение живут в ванных комнатах. Разможно, трубы служат им своего рода проводником, но это лишь моя гипотеза. У тебя приставка с собой? Да. Класс, идём проверим ванную. Как ты обычно зовёшь, Меган, приставка всегда загорается, когда она рядом? Не всегда, обычно я просто начинаю с ней разговаривать, иногда она выходит ко мне, иногда нет. Ладно, попробую проделать то же самое, чтобы дуб пришёл на наш зов. Эй, здесь есть кто-нибудь? Мы не хотим тебя навредить, мы твои друзья. Так, есть тут кто? Ничего не происходит, да и приставка не загорается. Хм, у меня есть мысль. Я могу улучшить твою приставку, чтобы она сильнее реагировала на места с паранормальной хернёй. Звучит здорово. Для этого мне потребуются две вещи. Электрическая мощность Усилить приём сигнала Например, антенна и аккумулятор Точно, если я что, буду в своей комнате Так Стучимся Туда-сюда Значит, идём В подвал К этому Ларе, да? Ларе, ларе, ларе Идём к Ларе Так, снова пых Так Слушай, ты не против, если я одолжу антенну от твоего сканера? Хм Ну, думаю, я не против Окей Двести вторую И чё, и всё, что ли? Отправляемся в ванную Ну ладно Значит, двести вторая? Ну да Комната родителей Тода И сам Тод Так Для передатчика антенна. Да, отлично, подойдёт. Так, подожди, а там после... А, аккумуляторы своей рации? Тогда понятно. Сейчас. Для источника питания. Да, аккумуляторы твоей рации, то, что надо. Хорошо соображаешься, Али Крамсали. С помощью найденных того частей я смогу модифицировать твою приставку, как и говорил ранее. Дай мне минуту, чтобы всё сделать. Итак, он готов. Супер Гирбой. Круто. Не переживай, ты всё ещё можешь на ней играть. Она находится в режиме охоты на призраков, только когда вставлен этот странный картридж. О, круто, а то я начал уже переживать. Однако, к сожалению, мне понадобилась лишняя пара частей с твоей рации, а собрать её назад не вышло. Надеюсь, ничего страшного. Ларри, конечно, не обрадуется, но ничего, это ради благого дела. Чудно и так для достижения наилучшего результата. Тебе нужно будет полностью вытащить антенну. Для этого нажми на кнопку Shift. Ну, это понятно. На кнопку R. Тоже понятно. Ладно, думаю, суть мы уловили. Предлагаю опробовать её в моей ванной. Хорошая мысль. Когда будешь готов... Ну, понятно, давай. Хм, может я... Сработало? Чёрт возьми. Привет, что такое? Я даже и подумать не мог, что он их убьёт. Всё это моя вина. Кого? Стэйси и её дочь. Боже, да как я мог влюбиться в замужнюю женщину? Следовать за у своего сердца не грех. Да ты романтик, как и я был. Милый с той стороны, но я понимаю, что не стоило этого делать. Мы хотим... Помочь вам. Почему вы не покинули это место? Мы никогда не сможем... Уйти. Что вы имеете в виду? Вы не можете упокоиться с миром? Что держит вас здесь? Видели демона с красными глазами? Может нам рассказать что-нибудь... Нет, 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 нет. Что происходит? Он тут. Кто? Крокосноглазый? Человек? Тот, который убил Стэйси и её дочь? Мне нужно идти, простите. Это было вполне настоящее и разумное привидение. Я никогда такого раньше не видел. Ты в порядке? Да, всё нормально. Просто одно дело читать о паранормальной херне и строить определённые гипотезы, а другой видеть их наяву. Я понимаю, о чём ты. Не так-то просто всё это переварить. Что ж, у нас много работы. Думаю, на сегодня мне впечатлений достаточно. Останусь тут и приведу кое-какие исследования. Хочу почитать историю апартаментов Эдисона. Может найду что-нибудь о прошлых жителях и возможных убийствах. Было бы здорово, а я пока поищу место с повышенной активностью. Отлично. Кстати, я заметил, что твой игровой картридж как-то подозрительно трещит. Возможно, тебе стоит его проверить. Проверить. Так. Угу. А-а-а, нам надо, короче, в подвал идти, да? Ну, подвал так подвал. Ой. Не туда я пошёл. Подвал. А, не туда. В комнату этого. Так, зацени мой супергерболь. Это тот смастерил? Слушай, очень круто. Прям погоди, это что, моя рация? Ой, да, ему понадобятся счастья. Надеюсь, ты не против, я могу застать нам новые. Блин, ну ладно, ничего страшного. Надеюсь, это поможет разузнать больше про призраков и моё проклятие. Согласен. Так, всё? По-моему, да. Асталависту, Соли. Ну, погнали, чё. Следуем к дереву. Так. Вот, фотка, и тут можно использовать, да? Да. Да. И. Сол. Кто вы? Вы Джим Джонсон? Чё? Вы пропадаете? Плохо слышно. О красном шаре? О чём вы? Что вы такое? Красный шар? Только я решил привыкнуть к призракам, а тут такое. Что бы это ни было, странная у меня жизнь. Ага, Leafy Strange прям так. Пятый этаж. Ну, в принципе, символы можно и так собрать. Тогда на кухню ларе, там нам по пути охота за символами-то, наверное, да? Так, погнали тогда к символам. Символы собирать, в принципе, по-моему, несложно. Именно символы. Тогда идём на кухню и букву R. Так, а потом на какой-то этаж надо валить-то. Пятый этаж. Так, комната. Второй какой-то символ. Непонятный. А, ещё и здесь, что ли, где глаз? В смысле? Подожди. Ой, подожди, не тут. Глаз, глаз, глаз. Ой, подожди. Это так себе выглядело. Есть такое дело. Так, на второй этаж. 204. А где здесь? Вот это, что ли? Эм, что? По-хрен его знает, что. На первый этаж теперь? Ну, окей. Эдисон. Чем могу помочь сам? Откуда взялись камеры? Разве вы с отцом не получили приглашение на ежемесячную встречу? Там обсуждаются вопросы. Ой, точно, мы, кажется, совсем о ней забыли. Ничего страшного, хотя всё же рекомендую вам присоединиться в следующий раз. Дело в том, что это позволяет держать всех в курсе событий. Я установил новую систему безопасности для этого. Для всеобщего блага, в свете последних событий. Поэтому надеюсь, что все будут рады. В продвинутой системе безопасности они будут чувствовать себя более комфортно. Да, это разумно. Спасибо, что вели в курс дела. Всегда пожалуйста. Так, вы здесь призраков не видели? О, при святые небеса, пожалуйста, только не говорю, что в здании водятся призраки. Я прекрасно обойдусь и без этих фантомов, пугающих моих жильцов. Пока Лиза болеет, очень сложно сделать так, что все были довольны. Нет, 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 мистер Эдисон, всё в порядке. Я просто школьное задание делаю, да и всё. Фух, меня чуть удар не хватило. Я сейчас просто не выдержу одну стрессовую ситуацию. Блин. Что за... Что за... Сейчас. Вы прекрасно со всем справляетесь, не загоняйте себя так. Ты очень добр, Сал. Окей. Хорошего дня. Так. 102. Кто там? Это Сал, я живу сверху. Ты что-то... Хотела? Просто поболтать. Со мной? Ну ладно, заходи, дверь не заперта. Здравствуй, Салли. Что привело такую юную девушку, как ты, к такой старой женщине, как я? Привет, миссис Розенберг. Я хотел задать вам пару вопросов, если вы не против. Спрашивай, дитя, у меня мало чего осталось, но времени в достатке. Но только время и есть, но оно скоро воспользнет. А может, я никогда ими не владела? Такая странная концепция, не правда ли время? Пока сидишь здесь в одиночестве, в голове, какие только мысли не мелькают. Что лежит за весой? Если много об этом думать, мир кажется всё более бессмысленным. Да, время самая настоящая тайна. Ой, совсем я заболталась. Прости, милая Салли. Ты хотела что-то спросить? Так. Вы давно здесь живёте? Очень давно. Вчерашние воспоминания. Говоря уже о далёком прошлом, боюсь, мои дни сочтены. Скоро прощусь в прах и пы... А моё сознание сольётся с великим и таинственным ничем. С пустотой, которую наши крошечные мозги не способны постигнуть. А я, поверь, пыталась. О, да, могущественное, ужасающее, пустынное небытие. Ой, прости, крошка, я опять заболталась. Так о чём ты спрашивала? Ничего страшного, мисс Розенберг, я спрашивал, как давно вы живёте в этих апартаментах. Знаешь, я ведь помню, как Эдисоны приехали сюда из-за морей, чтобы построить это здание. На самом деле, эта земля принадлежала моей семье, но я единственная осталась в живых и решила продать её Эдисонам. Ммм, свою компанию? Кого-то с кем можно разделить муки жизни? Я была молода и отчаянно желала начать всё сначала, какой же я была глупой. Вы жалеете, что продали земли? Такие долгие жизни, как и моя, всегда были полны, к сожалению, лапушка. Хоть в итоге это всё и теряет своё значение. Ммм. Призраков. Как призраки. И что? Наслаждайся жизнью. Все мы призраки. Ждущие возможности перейти из этого мира в другое, да? Бытие и небытие разделяет невероятно тонкая плёнка. Наши кости столь крупки, а оболочки деликатные, что любой неверный шаг может заставить нас вновенно кануть в вечность. Про Эдисонов. Что стало с вашей семьёй? Они живут где-то в городе? Их больше нет. Больше нет? Время всех нас забирает Салли. Ммм. Малыш Терренс. А, Терренс из трёхлятой комнаты не выходит. Да почему он всё время там запирается? По-моему, у него немного поехала кукушка после того, как умерла его семья. Терренс боготворил своего отца и оставил собственную мечту открыть чайную, чтобы управлять его апартаментами. Своей комнатой. Он невероятно робкий. Побитый жизнью, полный неудач. Понятно. А чё дальше-то потом? Чё, попробуем тогда? Боже, что это у тебя за дьявольская штука? Сложновато объяснить. Не стоит играться с вещами, которые не понимаешь. Но думаю, снова стоит сходить к Тодо и узнать, нашёл ли он что-нибудь. Так, ну если спрашивать Эдисона о чём? Чем помочь сам? Ааа, ничем? Ну ладно. Так, а я забыл, в какой комнате живёт тот, четвёртый? Сал. Роберт. Дэвид. Студенты колледжа. Пых, в 303-й. Подожди, чё, в 200 какой-то комнате тот живёт, что ли? Да, 202-я, блин. Сейчас узнаем. Чё тот узнал. Странно, но я не могу отыскать никаких записях о прошлых убийствах. Находится только информация про друга Чарли, но посмотри на его фотографию. Какого? Всё чудеснее и чудеснее. Нигде даже в засекреченных документах ни слова о полицейских, которые приезжали в день убийства миссис Сандерсон. Словно их тут не было или будто их вообще не существует. Как такое возможно? Я не до конца уверен, но что-то нашёл. Дело о пропаже человека. 87-го года Меган Холмс, 7 лет, жила в апартаментах Эдисона со своими родителями Люком и Стэйси. Похоже, речь о твоей подружке сверху. Судя по всему, она и есть та, о которой говорил Мэй Ивана и Грэг. Всё сходится, да? Только вот снова странности. На следующий день после заполнения изначального отчёта он был обновлён. Информация о том, что девочку нашли мёртвой в озере Вендиго вместе с её родителями. Тут говорится, что они упали в воду и тянули, когда рыбачили. Грязь оплыла или что-то типа того. Это точно она. Погоди-ка. Крестик. Аааа, в ящике крестик. Так, подожди. Ты не смог призвать её даже с помощью приставки, но может получится, если найдёшь крестик. А ведь логично звучит, при жизни у неё была какая-то связь с этим предметом. Теперь остаётся только вспомнить, где я видел эту хреновину. Окей. А эту хреновину мы видели там, где приставку, да? Так, подожди. Подвал. Подвал, подвал, подвал. По-моему, в подвал нам идти. Так и знал, что где-то видел этот крестик. Теперь Ларис стопудово увидит Меган. Ладно, запускай эту хреновину, когда будешь готов. Так, а чё, прям сейчас надо нажимать? Сейчас, подожди. Так. Запускаем приставку. Меган, ты с нами? Это мой друг Ларри. Мы хотели задать тебе вопросы. Привет, Салли Крамсали. Ёбушки-воробушки. Это не хорошее слово, Саль. Ларри. Ёхе, Меган, придётся тебе его простить, он раньше никогда не видел призраков. Ничего страшного, мой папочка тоже порой говорит плохие слова. В смысле? Я всё время была тут. Я пытался до тебя достучаться. Кажется, живые не могут видеть обратную сторону. Обратную сторону? Ага, мы все тут живём. Она совсем как эта сторона, только слегка другая. Знаешь кого-нибудь по имени Грег? О, так вы про мамочкиного друга. Мне нравится Грег, он приносит мне конфетки. Помнишь про него что-нибудь? Ммм, только то, что он хороший, всегда приносит конфетки. О, ещё его не любит мой папа, но я не знаю почему. Что можешь рассказать про своих родителей? Я скучаю по мамочке, она больше не разговаривает. А папа? Папочка меня теперь пугает, он всех пугает, но он всегда был таким, раньше он был таким же хорошим, как мама. А что случилось? Я помню, что они поссорились, и он расстроился, а потом его грусть обратилась в гнев. Помнишь свои последние дни? Не знаю, всё как в тумане. Ты ходила рыбачить на озеро Виндиго? А, не, я никогда в жизни не была на рыбалке, но мой папа иногда ходил с мистером Джонсоном. Постой, с Джимом Джонсоном? Ага, а как ты узнал? Он мой отец. Ой, значит наши папочки дружили, хе-хе-хе. Ты можешь сказать, где он? Слышала про него ещё что-нибудь? Пожалуйста, я должен знать. Мне очень жаль, что ты потерял папу, но я не знаю, где он. Я знаю только то, что мой папа и мистер Джонсон часто рыбачили вместе. Мне жаль. А, это твой крестик? О, да, где ты нашёл? Внизу на самом дне коробки с потерянными вещами. Этот крестик дала мне мама, она была напугана и сказала, что он защитит меня от всего зла в мире. А ты знаешь, где твоя мама сейчас? Она в своей спальне, но она меня больше не слушает. Мне кажется, она меня даже не слышит. Как думаешь, она... О, е-е-е. Что такое? Папочка идёт, ему не нравится, когда я разговариваю с людьми. Мне нужно бежать. Пока-пока. Погоди, погоди, я... Блин. Вот дерьмо. Да, они обычно очень быстро смываются. Что ж, придётся... Пробраться в спальню, только вход не заколочен досками. Сможешь раздобыть инструменты? Вообще, Дэвид одолжил и моей мамы лом, но так его и не вернул. Может, сходить к нему? Я уже раза три к нему заходил, но он всегда отмазывается. Может, тебе больше повезёт? Без проблем. Спучусь на третий этаж и посмотрю, что получится сделать. Так. А на каком он там этаже живёт, Дэвид? В 302-й квартире? Походу, да? Сейчас посмотрим. По-моему, 302-й. О, привет, Сал. Как поживаешь? Привет, Дэвид. Я бы тебе его дал, да эта штукень держит мою полку. Понимаешь, детвора за стеной в 301-й... Конечно, милая. Чё? Ну, у них иногда адски шумные вечеринки всю стену чертовски колбасит, а из-за этого полка грохается каждый чёртов раз. Есть... Что? Если можешь перетереть, чтоб потише были, тогда я тебе ломик дам погонять. Хорошо, я поговорю с ними. Он вся псал. Я б сам сделал, но у меня шматья чистого нет. Я ненавижу быть птицей обламингового вечеринночного кайфа других людей. Без проблем, сейчас вернусь. Увидимся. Окей. Сиджей? Йоу, чё как чел? Привет, Сиджей, чем занят? Пытаюсь подобрать музыку для сегодняшней тусовки. Не против я снять взгляну? Да без проблем, чувак. Так, восемьдесят девять и три. Как насчёт этого? Хм, знаешь, в этой песне что-то есть. Она по классике такого не ожидает. Думаю, это то, что нужно. Окей. Так, Сиера. Привет, Сиера, чем занято? О, привет, Салли Крамсали. Пытаюсь выбрать запасное занятие для сегодняшней вечеринки. У нас с друзьями свои развлечения, но что-то не могу определиться. Ты не против, если я взгляну на твой список? Конечно. Так. Хм. Шахматный турнир самое топ. Как насчёт этого? О, давненько у нас не было соревнований. Идеальный выбор для этого вечера. Окей. И теперь последнее. Азария. Привет, Зи, как ты? О, привет, Салли Крамсали. Да вот пытаюсь выбрать игру для сегодняшней тусовки. У меня есть книга с играми, но что-то не знаю. Могу взглянуть? Конечно. Так. Далее. Телефон испорченный, да. А как насчёт этой игры? Ммм, прям как в начальной школе. Возможно, нам не помешает немного поностальгировать на этой тусовке. Спасибо, Сал. Думаю, всё, эта вечеринка будет намного тише. Логично. А теперь к Джонсону. Дару, братишка. Конечно, призраки моего прошлого всё никак не дадут мне выспаться. Угу. А как насчёт призраков, ну, прошлых жильцов? Слушай, Сал, завязывай ты с наркотой. Поверь, без него будет лучше, не повторяй моих ошибок. Так, где твои штаны? А, да, они до сих пор в стирке. Сара вроде бы должна была их притащить. Ну, чё-то как-то не срослось, понимаешь? Потерялись во времени. Чёсь? Вау, суперски. Спасибо за помощь. Сара тоже будет довольна. В прошлый раз наша свадебная фотка чуть не навернулась. Рад был помочь. Лады, секунду, я тебя, ломик, вытащу. Вот и он, дружище, всего хорошего. Спасибо и тебе. Так, стоп, подожди. Здорово, братишка. Можно войти? Конечно, дружище. Так. О! Херовина как раз. Эй, Дэвид, откуда у тебя эта штука? А, ну это я надыбал одну деревяшку и к ней пристала какая-то фигня. Вот, наверное, отвалилась. Откуда у тебя эта доска? Да там есть на мусорке, кинзонаружа, отец зачем? Это же выпавший кусочек шкатулки, видишь, можно я возьму? Укусики, забирай, солюшка, кром солюшка. Да, весело. Я деревяшку нашел, которая сможет поддерживать мою молку, так что можешь забирать лом. Клево, спасибо. Да. Сара. Эй, Сара, как делишки? А, детка, как же приятно наконец отдохнуть. Как смешно, детка, люблю тебя. Да. Да. Смотреть. По-моему, вот это... А вот не помню, здесь какая часть нужна. Так. Было бы все это так просто. Ладно, сейчас попробуем посмотреть, как она открывается на видео. Шкатулка нафиг. Ой, извиняюсь, шкатулку непросто на самом деле открыть, как павле. Да, подожди-ка. Подожди, а где она ее открывала? А, вот. Так. Это я понял. А как она? Вот это. А дальше? А, все-таки четыре квадрата. Вот так, что ли? Подожди. А последний? Подожди. Подожди, а как она смогла? Подожди. Отлично, наконец-то. Странно, похоже на какой-то компьютерный чип. Без понятия, что это. Но главное, мы нашли чип. Так, а тот на втором этаже? Может, на Дактоду сходить? Я, правда, не знаю, сразу на Дактоду или нет. Но можно к Тоду сходить и показать ему чип. Так. Тодд. Тодд, чувак, здоров. Я провожу дальнейшие исследования, пытаюсь связаться по сети с другими любителями. Супернатурал. Если в доме и правда поселилась эта муть, должно быть какой-то способ с ней справиться. Тодд. Думаю, нам нужно почаще зависать вместе, это так круто, что ты мне со всем этим помогаешь. Без проблем, Сал. Так, посмотри на это. Я нашел это в шкатулке. Судя по всему, это какой-то миниатюрный компьютерный чип, я никогда не видел ничего подобного. Это либо находка, либо прикольные атрибуты с фантастического фильма. Для чего он? Есть лишь один способ узнать, нужно его попробовать. Вставлю в компьютер эту технику. Моё любопытство сильнее всех сомнений. Думаю, получится подключить её... Погоди секунду. Кажется, он самостоятельно подключился к материнской плате, это просто поразительно. Что это? Понятия не имеют... Всё в беспорядке. Что это? Где я? Что это? Где я? Так... Что произошло с чипом? Боюсь, я не уверен, о чём ты говоришь, ты не мог бы пояснить. То есть, ты хочешь сказать, что не помнишь странный сбой и сплет света из твоего компа? Сал, ты себя нормально чувствуешь? Ты сегодня сам не свой, ты высыпаешься? Да, я плохо сплю в последнее время, может, тебе и правда показалось, забудь. Хм... Кстати, а не в этом... ...серии прикол с котом. Так, а мы, по-моему, в каком? 400 номере живём. Сейчас надо посмотреть. Так. О, котик! Здорово! Что ты там смотришь, дружок? Хм... Прикол, кот смотрит телек со всякой хернёй. Ладно. Значит, коты в этой серии ванну не принимают. Прикол, да? Так, по-моему, пятая дверь была заколочена, нет? Разве не в 504-м? По-моему, в нём. Да. А, подожди, там же, по-моему, отодрать эти доски. Давай. Так, подожди, спальня это, типа... Ну, в дырку, по-моему, пока что нет смысла лезть, да? Это здесь? Подожди. Да. Стейси? Ты в порядке? По-моему, призрак Стейси не в порядке. Так. С призраком. А где она? Квартиру... Чист... 403? Подожди, в дырку пока тогда не заходим. 403. Подожди, а мы в какой комнате находимся? 403. Ну, пойдёмте в 403. Раз там тоже призрак. Окей. Пойдём тогда в 403. А-ля, в натуре. А я и забыл про эту комнату. 403. Так. Миссис Сандерсон? Кто ты? Меня зовут Салла, я приехал с него после того, как вы умерли. О, я почти ничего не помню. Лишь какие-то обрывки, будто всё это было во сне. Ты не знаешь, что стало с моим Германом? Он не нашёл себе сил и вернулся в эту комнату. Сюда приехали перевозчики и вывезли все его вещи. Он выглядел полностью опустошённым. Я так по нему скучаю. Меня так мучает от заледяного одиночества. Если бы мы только не приехали в ту квартиру, мы бы никогда не встретили их. И Чарли никогда у нету, но возвращается. Не волнуйтесь, мисс Сандерсон. Уходите, прячьтесь. До свидания, Салл. Трэш. Так, ну походу в комнату 500. 504, да? Так, нам получается в дырку идти, что ли? Так. Ну да. Реально в дырку, да? Ну давай. В дыру так в дыру. Повеш... А, точно, повешенного же надо это. Привет. В смысле? А чё за фигня? Можно выйти? Не обязательно это говно проходить или как? Люк? Ты меня слышишь? Люк? Люк? Что, чёрт возьми, произошло? Тот отдал мне одно из своих изобретений и сказал, что теоретически она может уничтожить злой дух. После этого я поднялся наверх, чтобы убедиться, что с тобой всё в порядке. Хорошо, что ты решил так сделать. Так это страшило с красными глазами, тут уже несколько десятилетий появился до моего рождения, значит я не проклят. Ага, кто знал, что у апартаментов Эдисона такое тёмное прошлое. А я-то думал, что жить вместе с Чарли было стрёмно. Но блин, это вообще какая-то хуйня. Что ж, думаю, больше не стоит беспокоиться о Диме, не кажется, штука Тодда о нём позаботилась. Ох. Что такое? Нет, всё нормально, я просто подумал, раз нет никакого проклятия, это значит, что мой папа, он просто... Прости, Сална, сегодня наше время вышло, охранник бросает на меня неодобрительный взгляд. Подождите, но это только часть истории. Я надеялся, что сегодня ты будешь откровенен, это ведь наша последняя встреча, заседание суда состоится через несколько дней. Клянусь, я говорил правду и только правду. Правительственные заговоры, демоны, призраки, волшебная приставка, Сал, это всё хуйня. Ты ведь не ждёшь, что я правда тебе поверю, взгляни на это с моей стороны. Все улики против тебя, а то, что ты сделал... Это пиздец. Я знаю, как это звучит, но всё, что я рассказал, правда. Поднимитесь в домик на дереве, пожалуйста, просто сходите туда и убедитесь сами. Вы найдёте все нужные улики. Тот же хренов лунатик, да? Да ни хрена не лунатик. Вот мы играем за детективом, чтоб узнать, что в домике на дереве. Музыка тут потрясающая. Музыка тут потрясающая. Парочка старых любительских картин, наверное, принадлежат Ларе. Заржавевшие инструменты и всякий хлам. Одежда, книги, кассеты, ничего такого. Кажется, это фотография родителей Ларе. Впрочем, ничего подозрительного в ней нет. Мда, здесь ничего нет. Не знаю, на что я надеялся. Может, просто хотел увидеть всё своими глазами? Сал был так убедителен, и всё казалось таким странным. Доктор Откин. Что? А-а-а! Спокойно, мужик. Нам нужна твоя помощь. Нужно вытащить сало из тюрьмы. Яма с дерьмом оказалась куда глубже, чем мы думали. Пожалуйста. Ты должен привезти сюда сало. Это... Ты... Не может... Быть! Полегче, мужик. Ты сейчас себе инфаркт заработаешь. Это важно. Если сал не появится здесь в ближайшее время, то... А-а-а! А-а-а! Блядь! А-а-а! Продолжение следует... 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 Продолжение следует...